Друзья мои, всем привет! С вами Ильичев Антон. Значит, все помнят видео, где я в лесу жарил котлету. Друзья, да, все помнят. И в этом видео я вам задаю вопрос, что для вас, что такое семья и что такое взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Ну, как вы это видите, что такое семья, любовь, ну, и так далее. Все помнят. Ответили в комментариях люди. Спасибо огромное. Хоть чуть-чуть ответили, но тоже огромное вам спасибо. Вот. Сейчас я буду читать, я этот сфоткал, а потом я расскажу, как бы, от себя, да, что для меня такое семья, друзья. Так. Читаю, значит. Так, так, так. Ната Дельфин. Ната Дельфин. Привет. Ната Дельфин. Я прям вообще очень ее уважаю, очень сильно ее люблю, потому что она очень много пишет в комментариях, всегда под видео, чтобы просмотров было больше. Ну, она прям комментирует. Спасибо тебе огромное. Ната Дельфин прислала мне, как вы помните, посылку с шоколадом и с кофе. И я еще жил в той квартире, в другой, и я оставил одну шоколадку себе на новоселье, помните? Я когда только переехал, я говорю, вот шоколадка, оставил специально. Вот. Что она, значит, нам написала? Очень важно в семье взаимопонимание, это уже поняла на своем опыте, и никогда не обманывать. Вот. Ну, естественно, да, обманывать это вообще ложь, вранье, это не то, что грех, я считаю, это очень плохо, когда человек врет. Вот. Лично я, лично я с людьми, которые врут, не общаюсь. Их разоблачить очень просто, я могу это даже сделать по телефону, вот. Вот. Ну, я с такими людьми стараюсь не общаться, потому что если человек врет, это уже предательство, то есть это даже может быть просто какой-то там, ну, там, дали незнакомый какой-то там, ну, что-то такое, да. Вот человек врет, все, я, значит, с ним контактировать и каких-то дел общих с ним не имею. Да, вот ложь, вот на самом деле, вот только что, вот, я не готовился ничего, то, что прочел комментарий. Друзья, ложь, это очень важно, если человек врет, вот, лично для меня в моей жизни, в моей жизни, если человек врет, это очень низко, очень подло, это прям, ну, для меня это омерзительно. Для меня это очень сильно омерзительно, вот, так что врать, конечно же, ну, для вас, наверное, тоже, да. Так, Натодельфин, спасибо огромное, читаем, следующий комментарий, друзья. Так, Марина Лавренюк, Мариночка, привет, тоже знаю я ее, в комментариях она все время пишет, давно канал смотрит. Значит, что пишет нам Марина? Семья – это не только любовь, больше близость душ. Когда человек нравится самым близким и родным, даже, сейчас, у меня просто тут плохо, я вижу. Когда человек становится самым близким и родным тебе, человеком. Да, очень классно написала Марин. От себя тоже скажу, что, например, семья, если мужчина и женщина, да, там, объединяются, ну, мое мнение, они становятся, как бы, друзьями на всю жизнь. Как бы, в этом, наверное, заключается семья. Вот, лично для Марины, да, Марин? Марина, да. Марин, спасибо огромное, очень приятно, что ответила, вот, потому что, на самом деле, очень мало людей написали комментарии. Спасибо, Марин, мы тебя поняли. Дальше. Ася Джек. Ася Джек, я не помню. Наверное, Ася начала недавно наш канал смотреть. Да. Ася, привет, спасибо тебе огромное. И добро пожаловать в нашу дружную, добрую компанию. Да, спасибо. Значит, что она написала? Для меня семья – это все. Для нее семья – это все, да. Значит, как я понимаю, да, что она имела в виду, то есть семья – это как бы и есть жизнь. Семья для нее – это жизнь, это все. Ася, спасибо огромное. Тебе. Читаем дальше. Вот Гена написала. Гена – это просто потрясающий человек. Гена я люблю, просто обожаю. Гена, ты клевый. Ты настоящий друг, ты крутой. Вы все, наверное, знаете, что Гена, он пишет комментарии стихами. Стихами в мой адрес, там какой. Прочитайте просто, это что-то невероятное. И мне даже перед ним становится неудобно. Гена, ну как ты так делаешь? Спасибо. Значит, что нам Гена написал? Так, буду сбиваться, друзья, потому что много написал, мне плохо видно. Так, семья – это труд, друг, а друге – забота. А семья – это много домашней работы. Это тоже стих Гена. Семья – это труд, друг. Так, кто-то мне тут пишет с работы. Семья – это труд, друг. Блин, я сбиваюсь, извините. Сейчас, семья – это труд. Друг, а друге – забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно. Семья – это сложно. Но счастливо жить одному невозможно. Гена, спасибо. Прежде всего... Блин, да что такое? Сейчас я поставлю авиарежим. Что-то мне там пишут в отце. Так, сбили меня. Извините, друзья, пожалуйста, я авиарежим поставил. Так, стихотворение, да, Гена, я прочитал. Мотоцикл. Так, значит, дальше. Прежде всего, это взаимопонимание и любовь. Когда ты любишь, то хочется для второй половины делать только хорошее. Оберегать от всего. Быть для нее всем и всегда. И она, и она для меня... Так, Гена. И она на меня смотрит как на великого человека. И я должен всегда все знать. Гена вот так написала. Извините, друзья, очень прочитал плохо, я сейчас повторю. Потому что меня сбивали. Давайте еще раз. Семья – это труд. Друг о друге – забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно. Семья – это сложно. Но счастлива жить одному невозможно. Прежде всего, это взаимопонимание и любовь. Когда ты любишь, то хочется для второй половины делать только хорошее. Оберегать от всего. Быть для нее всем и всегда. И она на меня смотрит как на великого человека. И я должен всегда все знать. Вот так вот Гена нам ответил, что он должен всегда все знать. Гена, ну, молодец. Гена, мы тебя поняли. Спасибо огромное за стихотворение. Спасибо за комментарий. Молодец. Ген, ты прям меня… Не знаю. Мне приятно очень, Ген. Спасибо. Дальше. А дальше у нас… Так, есть еще, да, комментарий. Дальше нам Полина Мошникова. Полин, привет. Жили 19 лет. Развелись недавно. Не поняли, что такое семья. Может, кто-то один. У нас не было семьи. Мы. Было только… Так, мы были только и одна. Так, давайте еще раз. Все сначала. Так, значит. Прожили 19 лет. Развелись недавно. Не поняли, что такое семья. Может, кто-то один. У нас не было семьи. Мы только были. Были только. Я одна тянула все на себе. Я живущий только для себя. Если честно, даже вспоминать не хочется. У нас не было общего интереса. Даже дети не смогли объяснить… А, объединить слишком разные взгляды на все, короче. Полина, ну, ничего себе, да. Во-первых, спасибо огромное. И ничего там такого, ну, как бы… Блин, ну, да, случился развод. Но это же хорошо, что вы, как бы, не живете вместе вот в этой впытке, да. Потому что вот есть семьи, которые живут и, как бы, мучаются. Мучают друг друга. А вы вот все сделали правильно. Ну, это мне так кажется. Друзья, ну, как бы, мне кажется, это нормально. Ну, прежде, конечно, надо было, ну, как бы, надо думать, да, лучше чем. Ну, не мне судить, друзья, не мне судить. Ладно. Полина, спасибо огромное. Вот. Счастья тебе и здоровья. Полину я знаю давно. Она большая молодец. Спасибо, дорогая. Так, дальше. Вот у нас Наташа Ветлинова. Наташа Ветлинова. Наташ, привет. Тебе огромное. От меня, от всех нас. Наташа недавно прям начала смотреть канал. Вот прям буквально вот эту неделю. Вот. Да. Наташа, спасибо. Давайте я сейчас зачитаю. У нее тут тоже какая-то история длинная. Спасибо большое за видео. Антон, давайте вы… Антон, давайте вы сделайте обзор на старообрядческом кладбище. На старообрядческом кладбище. Полин, ой. Наташа, пожалуйста, на каком старообрядческом кладбище? Вот я только одно находил. Это вот мы ездили. Я в Подосинки ездил. Ты смотрел это видео, я тебе присылал. Вот, там старообрядческое кладбище. Да, это клевое кладбище. Если ты знаешь старообрядческое кладбище, ну, во-первых, у нас Рогожское старообрядческое. Я делал на него обзор. Это московское чумное. Если ты знаешь какой-то деревенский маленький, где-то находится поблизости, неподалеку от меня, пожалуйста, расскажи, я сниму. Дальше. Что касается опыта семьи. Все сложно. Это настолько, что-то написалось. Настолько должно быть, это настолько должно быть любовь, что мы должны понимать друг друга и чувствовать. Я вдова, пять лет. До сих пор одна с двумя детьми. С двумя детьми одна, от своего мужа. Потому что сначала никто не нужен. Что-то непонятно. Свою мужу. Одна с двумя детьми от своего мужа. А, ну все, я понял. Дети от мужа. Все. Потому что... От мужа. Потому что сначала никто не нужен был. Прошло три года, многие пытались ухаживать. Но все не то. Я со своим мужем прожила 12 лет. Пишет Наталья. Мы, конечно, бывало и ссорились. Но любили друг друга. Я за ним всегда была, как за каменной стеной. Что касается наших дочерей двоих. Две дочки, оказывается. Дочерей двоих. И всего сейчас таких людей очень мало. Которые с тобой в огоне воду. И в медные трубы. Следует. Следует вывод. Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало. Вот, Наташа. Прямо в точку ты попала. Ты большая молодец. Очень много... Блин, вот ты меня прямо сейчас просто поразила. На самом деле. Очень много девушек разведенных с детьми. Ну, в народе их называют разведенные с прицепом. Если кто... Пожалуйста, не обижайтесь. Ну, я так просто. Ничего такого нет в этом. Очень много, кто развелись с детьми. Ну, у вас вот у тебя, Наташа, умер, да, муж? И ищут сразу быстрее замену. Ищут замену, чтобы там содержать. Никакой любви нафиг не надо. Чисто вот такое. Вот это у нас везде. Сплошь и рядом. Наташа, ты большая молодец. Меня на самом деле поразила. Большое тебе спасибо за вот это. Я давно такого на самом деле не слышал. Прямо ты молодец. Так, что такое? Что такое? Больше... Да, лучше быть один, чем с кем попало, да? Спасибо вам за вопрос. Всему своё время. Спасибо вам большое. Низкий поклон. Вот. Наташа Ветлинова, спасибо огромное. Ты крутая. Да, да, молодец. Прямо. Вот. Спасибо. Дальше. Дальше. Так. Полиночка Погребных, привет. Она написала коротко и ясно. Семья. Типа, семья. Это я. Ну, семья – это я, я так понял. Молодец. Полина, спасибо. Вот. И всё, друзья. Всё. Вот все комментарии. Я, конечно, так прочёл. Прямо как-то запинался. Но у меня просто там неплохо видно. Так. Что я хочу от себя? Да. Что такое семья? На мой взгляд, друзья. На мой взгляд. То есть, взаимопонимание, поддержка друг друга. Поддержка друг друга во всём. Мне кажется. Например, он любит что-то человек делать, да, твоя вторая половинка, там, жена или супруг любит что-то делать. Любит на рыбалку ходить. А тебе как бы этот он не очень нравится, не выгодит. Лучше бы там что-то по дому, да, помогал. Ну, вот любит он на рыбалку ходить. Возьми, сделай ему подарок. Или, вот, например, он целую неделю работает, думает, блин, как же на рыбалку пойти. Ну, я обещал там супруге помочь там что-то сделать. Вот, например, в конце недели можно так сделать, сказать, дорогой там, мне не надо помогать, иди на рыбалку сходи. Вот, ну, вот как-то так. Или что-нибудь там, ну, девушка там, пример какой-то, да, там, любит она там что-то, что любит она? Ну, что-то любит делать, там, не знаю. Любит она рисовать. Например, да. Ну, мало на это, времени не хватает, с ребенком надо сидеть туда-сюда. А вот, например, муж взял и купил ей какой-нибудь курс для, ну, вот, по рисованию курс, да, какой-то, куда надо ходить, там, рисовать в группе. И сказал, дорогая, вот я дарю тебе курс по рисованию, надо туда ходить вечером. А вечером я после работы буду с ребенком посидеть и уберусь, и что-нибудь приготовлю. И курс там длится месяц. Вот, вот это вот для меня семья. Еще я как-то выражусь, выражу, выражу, короче, выражусь, да. Например, какие-то слова у меня некоторые, я немножко не выговариваю, друзья. Но у меня такое бывает. Что такое семья? Для меня это счастье. И счастье от того, что, например, когда твоя вторая половина радуется, то есть, когда ты делаешь для нее что-то, ей приятно, да, или вот супруга делает приятное мужу, и она от этого радуется, что ему приятно, понимаете? Понимаете меня? Радоваться от того, получать удовольствие от того, то, что в твоей второй половине хорошо. Вот так. Например, жена там, вот муж любит какое-то определенное пиво, да, там какой-то сорт. Вот, и в пятницу, например, он сидит там вечером, где-то может быть за компьютером или что-то, озадаченный там. А ты ему раз, так, бутылочку пива с рыбкой, и у него улыбка такая, о, какой кайф, и ты радуешься от этого, понимаете, да? Получать удовольствие от того, то, что ваш друг, ваша вторая половина радуется. Ну, вот так. Ты, может, выражаешь неправильно, но мне кажется, вы меня поняли, да, друзья? Вот, вот такая вот семья, да, это сложная на самом деле тема. Очень много у нас, мое тоже мнение, мое мнение, очень много примеров, друзья, очень много примеров, там, кто хочет, обижайтесь, пожалуйста. Выходит замуж, женится, там, как это называется, рожает детей, а перед этим, как это происходит, они даже ни о чем не договариваются, и просто это происходит как-то спонтанно. Вот, например, банально, да? Мое мнение, прежде чем заводить семью, нужно сесть, поговорить. Например, договориться, я, например, девушка, да? Говорю там мужу, вот смотри, мы заводим семью, я, то есть, мы хотим детей, мы делаем ребенка, значит, ты работаешь, я сижу с ребенком, воспитываю ребенка, слежу за домом, за порядком, вот, как бы, вот так вот, чтобы все должно быть договорено. А у нас как получается? Женится, делают ребенка, она с ребенком сидит туда-сюда, он на работе, и он там начинает ей предъявлять, ты не работаешь, сидишь дома, ничего не делаешь. Знаете, вот есть непонимание какое-то такое, а там говоришь, какой я тут разрываюсь, ну вот, потому что вот, мне, кстати, кажется, вот мое мнение, если вот семья полноценная, да, муж работать должен, обеспечивать семью, а жена, как бы, воспитывать ребенка, потому что воспитывать ребенка и еще работать при этом, ну, это очень тяжело. Ну, вот даже, смотрите, там в детский сад, например, да, встать, накормить ребенка, накормить мужа, накормить себя, одеть ребенка в детский сад, одеть себя, накраситься, убраться в квартире, отвезти ребенка в детский сад, побежать на работу, успеть на работу, вернуться с работы, успеть забрать с детского сада ребенка, приготовить готовить еды убраться ну это нереально раньше да ну я помню детский сад ходилу мне кажется это очень тяжело прежде чем заводить семью нужно думать у нас заводит семью ребенку год и люди разводятся ну это так вы все прекрасно все это знаете очень много разводов молодые мамы божьи там короче вообще вот ну а вот такое видео друзья спасибо знаете что хочу задать вопрос а я просто сразу него ну как бы не отвечу расскажу что вы любите такое просто каждого есть какой-то свой прикол какая-то своя изюминка вот ну просто какой-то банальная вот я просто сейчас скажу я обожаю когда полотенца на полу например вот в туалете ванной полотенце на полу я просто обожаю опыт я сейчас смотрю я вам покажу не должно быть полотенце на полу них мне почему-то нравится ходить по полотенце не знаю вот вот такой пикот и еще я обожаю когда у девушки сбритов виски прям клево. Мне нравится очень. Вот просто таких два у меня каких-то бзика небольших. Полотенце на полу из бритой виски у девушки. Расскажите в комментариях, пожалуйста, тоже какие-нибудь ваши приколы. Будет очень интересно и для меня очень приятно. Друзья, все. Потихонечку с вами прощаюсь. Спасибо огромное за комментарии. Ну и все тогда. Друзья, нет, 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 не все, не все. Забыл совсем. Недавно на той неделе мне перевели тоже денежку. Опять я не могу почему-то посмотреть, кто мне переводит. Вот мне смс приходит сразу, вот как-то раз имя и фамилия есть. Девушка мне перевела перевод на карту Сбербанк. У меня там есть под видео 500 рублей. Спасибо огромное. Очень приятно. И на самом деле для меня это помощь. Что-то купить, куда-то поехать. Кстати, еду в поход, наверное, на этой неделе. Планирую. Вот эти 500 рублей, друзья, на одну электричку мне на проезд хватит. Там мне на двух электричек ехать. Вот спасибо огромное. Прямо это реально для меня помощь. Там 500 рублей, да, извините, это реальная помощь. Спасибо огромное. Девушка перевела, и я опять не знаю, а я потом смотрю, как бы вот, приложение в Сбербанке. И там не видно. Перевод видно, а не видно, кто перевел. А смс-ки исчезают почему-то. Спасибо огромное. Вот, друзья, все, до свидания. С вами был Ильичев Антон. Берегите свою семью. Кто недавно начал смотреть канал, спасибо вам огромное. Спасибо за комментарии, спасибо за просмотры. Вот. Берегите своих близких, не ругайтесь, пейте чай с лимоном, и все у нас будет хорошо. Друзья, пока, пока, пока.